Упражнение ходьба подразумевает закрытые помещения, где вас не увидит никто лишний, где тепло и ровный пол. На улице мы ходить так не будем. То есть, ходьба как упражнение, она модифицирует нашу обычную повседневную ходьбу. Но дело от этого абсолютно автоматически и очень мягко, нам не нужно об этом думать. Мы выполняем просто упражнение. Для этого мы находим участок стены, для того, чтобы проверить свою осанку. Да. Да. И вот как были у меня согнутые колени. Так я и пойду. Со стороны это смотрится достаточно интересно. Чем больше по прямой я пройду, почему я, собственно, в коридоре, тем лучше. Потому что вначале видно, что голова моя качается. Вверх-вниз я хожу очень странно. Вверх-вниз голова качается, вверх-вниз. То есть, походка не прямая. А между тем, согнутое колено позволяет голени и стопе максимально амортизировать мой шаг. То есть, по идее, моя голова должна скользить даже лучше, чем 3D-стабилизаторы для видеокамер. Если видели ролики на ютубе, то есть камера полностью стоит, а ручки, за которой она держится, там по-всякому круть, эта камера полностью стоит. Вот это наша цель. Только камера у нас две глаза. Если бы я делал упражнение, я должен был не паузу делать, а ходить. И вот я хожу, и чем больше я хожу, тем более скользящим для глаз получается это действие. Всякие там прошаркивания и нарушения равновесия не в счет. При этом, моя цель не просто так ходить, моя цель еще соблюсти, как у стенки, положение, то есть я должен еще и распрямиться, но без напрягов. И при хорошем раскладе, встав вот так, я полностью разгружаю плечи, потому что у меня появляется свобода управлять тазом через бедро и голень. И величину сгиба коленей можно потом уменьшить, почти не видно, но она есть. Но вначале лучше занизиться, так надежно. И вот пройдя четвертый уже раз, я действительно чувствую, что тело вспомнило, как это делается. Почему вспомнило? Потому что как только мы уйдем с полностью ровной поверхности, по лесу гулять по парку без гравийной или асфальтовой дорожки, мы автоматически переходим в это положение, но никто этого не замечает. И если проблемы в спине, то в него можно не перейти, потому что больно или тяжело. Но вообще-то должны переходить, анатомически. Мы так созданы. Мы созданы много ходить и много бегать. Покажу. Сейчас, значит, в чем разница. Если в первом случае я хожу вот так, и это еще самое меньшее из раскачиваний бывает, и гораздо более жесткое, стабилизация взгляда должна быть полной. Когда люди топают, получается что-то типа вот такого. И эти микросотрясения никто не замечает. Если заваливаться на одну ногу, то получится что-то типа того. Если женщина идет на каблуках, то обычно получается подобное вот этому. Между тем, стабилизация, так, к которой мы стремимся, должна напоминать скольжение по рельсам. И если вначале видно, что я раскачиваюсь вперед-назад, то в конце практики должно быть полное скольжение. Оценивать себя можно либо по изображению, то есть как оно, насколько оно стабильно, в идеале нужно быть полностью стабильным. Можно по зеркалам, если вы в большом зале, но тогда придется постоянно поворачивать голову. Либо просто попросить кого-нибудь снять на камеру, как вы идете. Контрольная точка, макушка нашей головы, то есть, если я иду топая, то мы видим, что макушка колеблется. Если я иду на прямых ногах, то если обратить внимание, то она все равно вздрагивает. Так ходит большинство. Если опираться на одну ногу, то получается вообще раскачивающее воздействие. Если я хожу на каблуках, как я женщина, то все вот эти вот удары, мне даже так не топаются, все удары, если их слышит кто-то из окружающих, их слышит ваша поясница, а потом и шея. Ноги, стопа, колено созданы для того, чтобы не допустить вообще-вообще никаких вибраций наверх, только на ноги. И если вы допускаете эти вибрации, то есть не задействуете суставы, то чему удивляться, что они изнашиваются, стираются, разбиваются. Наша же задача не просто восстановить анатомическую целостность, но и заставить работать так, как нужно по природе. На самом деле большинству не придется заставлять, это еще и приятно. Но вначале, если придется заставлять, ну применим к себе дисциплину. Спасибо.